Большая часть украинского Северодонецка под контролем российских оккупантов. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Ситуация в городе очень сложная. Разрушена почти вся критическая инфраструктура. Повреждено 90% жилого фонда. Около половины разрушенных зданий не подлежат восстановлению. Российские войска нанесли авиаудар по химзаводу. Попали в цистерну с азотной кислотой. В результате над городом поднялось ядовитое облако. Бои идут внутри города. Российские войска, к сожалению, контролируют большую часть города. Но опасения того, что где-то наши военные будут окружены, такого не произойдет. Есть возможность маневрировать. Под непрекращающимися обстрелами Донецкая область. Более 300 населенных пунктов остались без света. Каждый день от вражеских снарядов погибают мирные жители. Россия убивает гражданских. За 31 мая россияне убили четырех мирных жителей Донбасса. Троих в Славянске и одного в Райгородке. В Харьковской области под обстрелами врага погибла пожилая женщина. Еще одна получила тяжелые ранения. Российские оккупанты более 10 часов обстреливали поселок Золочев. Били из гаубиц. Первые взрывы прогремели около 8 утра и не прекращались до 18.00. Артиллерийские снаряды летят и в соседние населенные пункты. В селе Ивановка под вражеским огнем погиб 12-летний ребенок. Еще один человек ранен. Несколько жилых домов разрушены. Среди них две школы. Много поврежденных зданий. Напряженной, но стабильной остается ситуация на Криворожском направлении. Враг продолжает обстреливать территорию из разных видов оружия. И наносит авиаудары по населенным пунктам. Орки вынуждены усиливать свои оборонные позиции. Даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления. А также проводят минирование побережья реки Ингулец. Окупанты продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения из всех видов РСЗУ, ствольной артиллерии, танков и минометов. 16 мин выпустили российские войска по Сумской области. Бьют по пограничным населенным пунктам. По предварительной информации обошлось без пострадавших. На юге Украины наши вооруженные силы пошли в контрнаступление. Однако российские оккупанты им стараются противостоять. Враг нанес несколько ударов по Николаеву, используя самоходную пушечную артиллерию модели Пион. Такие установки бьют на большие расстояния, но с малой точностью. Таким образом враг может атаковать сам город, целясь по его окрестностям. Также они взорвали мост через реку Ингулец. Продолжая прикрывать подступы к своим позициям, артиллерийскими наметным огнем враг не гнушается обстрелами населенных пунктов, кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Торнадо-С и орудий ствольной дальнобойной артиллерии Пион калибром 203 мм. Именно так сегодня был атакован Николаев. Тем временем в Мариуполе российские оккупанты решили присвоить себе иностранные корабли, которые стоят в порту, и назвали это национализацией. Та же участь постигнет и автомобили, которые горожане оставили в городе. Целые и даже поврежденные машины оккупанты уже начали собирать по улицам и свозить на площадку рынка Азовский. Если владельцы не появятся за месяц, практически до 1.07 все авто будут признаны собственностью молодой республики. Второй шаг после учета недвижимости к полному хищению имущества мариупольцев. Того, что чудом уцелело после авиабомб, градов и смерчей. На Изумском направлении наши военнослужащие сбили российский вертолет Ка-52, который еще называют «аллигатор». Также оперативное командование «Юг» сообщает о том, что наши защитники уничтожили 70 человек личного состава вражеской армии за прошедшие сутки, одну самоходную артиллерийскую установку, две зенитные, две гаубицы, четыре единицы бронированной техники и пять автомобильной. Марьяна Крещиц специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.